Всем доброго времени, друзья. Сейчас мы сделаем информацию с потока. Давайте посмотрим, что там нам хотят передать. Такое будет у нас послание. Пока что я, да, еще дома не отошла на погос, на кладбище. Послание с потока, да. Вот, давайте посмотрим послание с потока. Что там, что там, да, кто, что кто хочет передать. О, Господи. Давайте посмотрим послание с потока. Загадываем сейчас себя. Никого не нужно загадывать. Кому надо, те выйдут здесь на картах. Поехали. да, да. Продолжение следует... Какая-то у вас белая полоса идет, облегчение какой-то ситуации здесь будет. Облегчение ситуации, которая не могла облегчиться давно. Здесь вы что-то твердо решили или твердо решите. Что-то твердо решили или что-то твердо решите. Здесь либо кто-то начал из вас откладывать, или же... Знаете, у многих будет обучение. Я вижу кипу документов, я вижу кипу каких-то иллюстраций, я вижу кипу книг, я вижу книгу каких-то документаций, либо анализов. Смотрите, здесь что-то решится. Здесь что-то решится документально. Да, у кого-то что-то решится документально. То есть вы выходите на новый пьедестал. У кого-то даже это может быть приобретение недвижимости. Но также мне идет информация с потока, что под вас копают. Опять же, да, как у нас без этого? У нас невозможно без того, чтобы не копали. Тут есть люди, вот женщины, мужчины, которые меня смотрят. Здесь идет такая информация, что да, копают под вас и копают два человека. То есть есть люди, которые под вас копают. Что такое копают? Понятие разное, растяжимое. Значит, смотрите, здесь какие-то два человека, которые узнают за вас информацию. Это телеграмм, ватсап, это сайты. Это сайты, это сайты, которые есть у этих людей. Они там могут просмотреть вас. Отчетливо я вижу двух людей, которые подпирают подбородок и смотрят. То есть смотрят на вас, смотрят, что вы как. Как, знаете, постоянно вот по кругу, как движется, ой, ваша жизнь. Как она движется, как она продвигается, как она идет, что происходит в ней, как вы движетесь. То есть есть люди, есть люди, двое людей, которые за вами наблюдают, которые, ну, наблюдают за вами. Кто-то из вас решил по рунам проходиться, да, то есть руны как-то изучить. Смотрите, ну, это пока не время, то есть тут информация такая, что это надо пока оставить. Хорошо, давайте смотреть дальше, что там происходит. Да, это мужчина, мужчина влюбленный, который за вами наблюдает. Я же говорю, два человека. Кто еще? Скажите мне карты, кто? Водные стихии, вот они, двое мужчин вышли, они за вами наблюдают. И у этих двоих мужчин есть предложение к вам. То есть этих мужчин вы знаете. Один мужчина хочет заново что-то с вами построить, это бывший мужчина. Второй тоже бывший мужчина, второй хочет прийти для того, чтобы просто с вами пообщаться, поговорить. Вы знаете, эти мужчины к вам спешат, очень большое идет наблюдение. Вы даже можете не знать, что они за вами наблюдают. Но именно наблюдают за передвижениями, именно наблюдают за тем, что вы делаете, как вы делаете. За вашей работой тоже могут наблюдать, могут как-то что-то выискивать в вашей работе. Ну да, вот такие вот люди, которые смотрят просто не с какой-то завистью, а вот смотрят, это бывшие ваши партнёры, которые не могли от вас как-то отвернуться навсегда, то есть вот они физически от вас отстали, но вот не можем, да, наблюдаем. Тут идут на порог вам деньги, какой-то ресурс идёт от хорошего клиента, это сейчас зависит только для тех, вот это послание сейчас, кто работает сам на себя, кто работает сам на себя, вы можете получить от клиента благодарность, возможно даже подарок какой-то от денежного, благородного клиента, который готов к вам прийти для того, чтобы вас как-то отблагодарить. Это будет внезапно, причём вы будете сидеть, заниматься своими делами, своей работой, как-то он вам напишет, благодарность какая-то, денежное поступление, ресурсы какие-то, финансы у вас идут, финансовые ресурсы. Финансовые ресурсы к вам идут. Вселенная говорит, вы много работали, вы уже достаточно отработали, вы получаете ресурсы и проходите трансформацию. Ну конечно, как же, блядь, у нас без врагов, они тоже пришли к нам и настроены на вас, давайте. Что там случилось, а почему мы стоим с ножом? Тут у нас и враги пришли, да. Почему? В чём проблема? Смотрите, вам идёт такая информация, немножко сейчас попытайтесь её впитать. Идёт такая информация, что враг пытался вас как-то уничтожить через какой-то один вариант, у него не получилось, а он делает сейчас какой-то второй ход. Здесь идёт человек, который хотел вас уничтожить через какой-то другой вариант, у него не получилось, и он пытается вас уничтожить через второй вход, через второй. То есть сейчас мы будем смотреть, он хочет разрезать вашу ниточку жизни, к сожалению, это так. Этот враг, который сейчас находится под маской, и он хочет разрезать вашу ниточку жизни. У кого-то это может быть реально магическое воздействие, кто-то потерял детей, кто-то потерял родных. Тут карты говорят о магическом воздействии, которое на вас совершено, которое на вас делается. Враг, который хотел вас уничтожить через одну дверь, он этого не смог сделать, и он пытается делать второй ход. Рвётся ниточка жизни, кто-то находится на грани, действительно на грани, кому-то нужна помощь, окей. Враг может делать на детей, на детей может делать, да, он делает какую-то, да, это магия, воздействие. На вас уже было четыре нападения, ну то есть тут есть враг, который желает вам не совсем хорошего, то есть, а не совсем хорошего, это значит вообще ничего хорошего. Враг хочет, чтобы вы были поражены. Лицо этого врага, врага, пока скрыто. То есть тут есть враг, который голдует, который, знаете, он пытается как-то призвать людей для того, чтобы они тоже ему помогли. Лицо этого врага пока скрыто. Ваше спокойствие, ваше умиротворение, этот враг хочет разрушить полностью. Кто-то не хочет, чтобы вы прохлаждались, а кто-то не хочет, чтобы вы наслаждались жизнью, кому-то это не нужно. Не входи в любовный треугольник, будь в себе, в гармонии с собой, но не входи в любовный треугольник, не входи. Вот правильно я говорю, есть какой-то человек, бывший ваш, скорее всего, тоже, который придет к вам для того, чтобы вести вас опять в любовный треугольник. Не выходи из своей гармонии и не входи опять в этот обман. То есть, если ты выйдешь из своей гармонии, если ты поведешься на человека из прошлого, ты опять войдешь в обман. Да, ты опять войдешь в обман. Печаль будет. То есть, если ты поверишь человеку из прошлого, будет опять печаль. Знаете, слушайте, тут кто меня смотрит, тут очень много опять проявляется людей из прошлого. Наблюдение многих людей из прошлого. Тут кто-то прям наблюдает за вами, сейчас я посмотрю, что это за спанчбоб ебучий вышел тут, прям я посмотрю. Прям наблюдает. Но не с хорошей целью наблюдает, сейчас посмотрю. Ну, тут мужчина, который наблюдает за вами через женские аккаунты. Этот мужчина может быть преподавателем, либо вести какие-то курсы, либо преподавать йогу, что-то такое вот. Вокруг него много женщин, а может быть просто много женщин, да, может быть такой заблудший мужик, но почему-то идет как преподаватель какой-то. У него язык длинный, за вами наблюдает, хочет вас вести в какие-то не зоны комфорта, не зоны комфорта. Вот вы его отпустили, а он ни хера не отпустил вас. Вот просто ни хера вас не отпустил. Ну, неожиданно тоже появится к вам, приедет неожиданно. У вас будет какая-то еще поездка, тут такая. Давайте посмотрим, куда. То есть мне передают, что будет поездка. Правильно, она будет. И кто-то будет стоять в выборе, поехать, не поехать. Кто-то, может, занимается вокалом, или поедет на какой-то конкурс, или кто-то хочет пройти на кастинг, в общем, да. Если хотите пройти на кастинг, если хотите пройти на конкурс, идите. По справедливости будете там судимы. То есть в плане каком? Ну, то есть вы можете пройти какой-то кастинг. Кстати, на этом кастинге вы можете найти свою, кстати, любовь. Я не знаю, может, кто-то на Дум-2 хочет пойти. Но у кого-то будет развод. У кого-то, к сожалению, да, будет развод. У кого-то прям идет, девочки, развод. Или же у кого-то был развод, и сейчас этот мужчина хочет воссоединения снова с вами. Или этот человек сейчас может тут знакомая быть, или подруга хочет воссоединения с вами. Я сейчас посмотрю, кто это. Да, правильно говорю, женщина воссоединения хочет. Кто ты такая? Тут сидишь, такая она. И знаете, она себя позиционирует так, что у нее дохуя денег. Извините за выражение, но она так себя позиционирует. Давайте посмотрим, что это за мадама, которая хочет воссоединения с вами. Женщина, с которой вы были близки. Женщина, с которой вы отдыхали, гуляли, проводили время. Какая-то ссора. Ссора какая-то у вас с подругой была, со знакомой была. Как-то вы указали ей свое место. Либо вас просто заебало вот ее поведение. Да, и произошло разрушение отношений. Вы от нее отвернулись, ушли, развернулись просто. Какая-то тут была баба общалась с вами. Вы знаете, пыталась подогнать вас под себя. Пыталась как-то... Вы знаете... Вот смотрите. У вас была какая-то подруга, которая старалась вас подогнать под себя. То есть была зависть. И в последнее время зависть она скрывать уже не могла. Скорее всего, вот такая вот подруга прорабатывает ходы для того, чтобы с вами помириться. С такими людьми мириться нельзя. Я смотрю, что здесь идет такая информация, что вам было трудно с ней общаться. Действительно, такая подруга, жадная на деньги, знаете, она... Ну, блядь. Вот она пыталась переворачивать ваши какие-то заслуги. Она пыталась перевернуть. В глаза могла улыбаться, а за глаза хуйню нести. Ну, извините, да, это так. Потому что это такая женщина. Но вы заострили нож. То есть вы поняли, что надо как-то отстаивать свои позиции. Ну, надо отстаивать свои позиции. Кто болел по-женски, излечится. Очень много зависти на пороге. Перевернутых мыслей за вас. Кто-то что-то вот... Негативное воздействие все равно на вас делает. Кто-то, кто-то на вас будет делать воздействие магическое. Я вижу, враг получил откат. Но все равно... Все равно будет. Будет идти опять в обиход. Какой-то враг будет пытаться... Ну, воздействовать на вас магически. Работа. Будет работа врага над вами магически. Поэтому здесь кому-то надо задуматься о том, чтобы поставить себе все-таки защиту. Потому что здесь идет воздействие просто на все. Вплоть от работы до личной жизни, до здоровья, даже до детей. Слышите, что я говорю? До детей. То есть, ну, как бы это не шутки. Все, мои дорогие, я вам желаю добра. Я закончила свой расклад. Кому нужна моя личная помощь, мой номер ватсапа указан под видео. Я его закрепляю. Можете мне писать туда, на ватсап. Вот номер я закрепляю. Кстати, еще я вот сейчас заканчивала расклад и увидела, что прямо сейчас вас обсуждает женщина. Вот прям вот просто сейчас сидит и обсуждает. И ей тревожно, ей тревожно. Ну, какая-то мадам. Лет 30. Всем добра, не болейте, всего хорошего.